Польская оппозиция продолжила блокирование парламента страны. Недовольство оппозиционеров вызвало решение правящей партии право и справедливость ограничить доступ журналистов в Сейм. В пятницу депутаты от оппозиции заблокировали зал пленарных заседаний парламента, сорвав тем самым голосование по бюджету на 2017 год. По решению депутатов правящей партии голосование перенесли в другой зал, где документ был одобрен. Оппозиция заявила, что бюджет принят незаконно и потребовала провести повторное голосование. Поддержать оппозицию к зданию парламента пришли тысячи жителей Варшавы. Мы останемся здесь до тех пор, пока не увидим результатов, до тех пор, пока не восстановится демократический процесс, до тех пор, пока свободные медиа, общественность вновь не вернут себе доступ к зданию парламента, потому что это храм демократии. А нас из него выгнали, прессу из него выгнали, оппозицию из него выгнали. Правоцентристская партия «Право и справедливость» находится у власти в Польше уже более года. Партию не раз обвиняли в ущемлении демократии в стране, в частности из-за усиления государственного контроля за СМИ, реформы Конституционного суда, которая делала его более зависимым от действующей власти, и принятия спорного закона о практически полном запрете абортов. Эти инициативы власти неоднократно вызывали массовые протесты в Польше. 300 человек задержаны на акциях протеста в Венесуэле. Люди вышли на улицы против изъятия из оборота купюры номиналом 100 боливар. В начале этой недели венесуэльское правительство объявило о замене этой купюры на банкноты 500 и 20 тысяч. Сейчас 100 боливаров – это примерно 2 цента США. Чтобы расплатиться в магазине или кафе, венесуэльцам приходится носить с собой полные сумки денег. Выпуском новых купюр венесуэльское правительство надеялось побороть контрабанду и решить проблему дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Для обмена старых банкнот на новые власти дали всего трое суток. Десятки тысяч венесуэльцев просто не успели это сделать. Это вызвало волну протестов, которые перерастали в погромы, беспорядки и грабежи. На этом фоне президент страны Николас Мадуро продлил использование купюры 100 боливар до 2 января 2017 года. С января 2016 года в Венесуэле действует чрезвычайное экономическое положение. В стране сократили рабочий день для госслужащих, а также время работы крупных торговых центров. По данным Международного валютного фонда, в этом году инфляция в Венесуэле достигла 720%. Рекс Тилерсон, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить госсекретарем в своей администрации, руководил российско-американской офшорной компанией на Багамских островах. Как пишут журналисты британской газеты The Guardian, имя Тилерсона упоминается в так называемом Панамском архиве, в серии конфиденциальных документов о тайных владениях многих мировых лидеров. Из этого архива стало известно, что Тилерсон с 1998 года был директором компании «Эксоннефтегаз», которая была создана для ведения бизнеса в России. Свою долю в ней имела и российская государственная нефтяная компания «Роснефть», которой руководит Игорь Сечин, человек из близкого окружения Владимира Путина. Эти факты могут осложнить одобрение кандидатуры Тилерсона американским сенатом. Рекс Тилерсон, бывший глава американской нефтяной компании «Эксонмобил», выступает за налаживание отношений с Россией и снятие с нее санкций. В 2013 году он получил Орден Дружбы за укрепление сотрудничества с Россией лично от президента Путина. Рождественский конкурс «Скульптур из пряников» прошел в Стокгольме. Каждый год Шведский центр архитектуры и дизайна приглашает десятки участников представить свои творения из сладостей. В этом году в конкурсе приняли участие 160 скульпторов. Нам никогда не надоест делать домики из пряников. 26-й год подряд люди приходят на наш конкурс, его популярность растет. Думаю, это связано с особым временем года. В этом году победительницей стала студентка Эвелина Асп. Ей понадобилось 40 часов, чтобы построить целый городок из сладостей. В этом году тема конкурса «Секреты». Когда я делала свою композицию, то думала о своих секретах, секретах моих соседей и друзей. Я не знаю, откуда пошла эта традиция, но знаю, что большинство шведских семей делают домики из пряников каждый год. Все композиции, которые приняли участие в конкурсе, простоят в холле Шведского центра архитектуры и дизайна до конца января.